Всем привет, на связи обучающий канал Создать Сайт. Вас мучает вопрос, зачем именно вам все-таки нужен сайт, или вы часто думаете вообще для какого бизнеса больше всего подходит наличие сайта, то это видео будет именно для вас. Если же у вас не возникает данного вопроса, то просто проигнорируйте этот ролик, он не будет для вас полезным. Но всем тем, кто думает стоит ли заморачиваться созданием сайта, я крайне рекомендую посмотреть его до конца. Итак, я начинаю цикл видео на эту тему, то есть это будет мой такой мини-сериал. Каждый день будет выходить новая серия. Мы начинаем, но сначала хочу вам напомнить, что если вам нужна моя помощь в создании сайта, или просто вы хотите получить небольшой, но дельный, бесплатный совет, то слежитесь со мной, все ссылки есть в описании. Итак, зачем вообще нужны эти сайты? Сайты призваны решать примерно 5 задач. Во-первых, это увеличение продаж. Во-вторых, это повышение престижа и статуса компании на фоне конкурентов, то есть так называемое развитие бренда. В-третьих, создание вокруг вашего бизнеса информационного шума, то есть пополнение клиентской базы. В-четвертых, это осуществление деятельности в мини-продажах. В-пятых, наличие сайта просто жизненно важно, так как функционирование сайта – это и есть и ваш бизнес. Теперь давайте разбираться более подробно. В первую очередь, сайт нужен для увеличения продаж. Итак, например, давайте представим, вы живете где-то в регионе, и у вас есть в спальном районе магазин, например, по продаже аксессуаров для животных, то есть такой небольшой зоомагазин. Вокруг вас находится примерно 15 9-этажных домов по 4 подъезда в каждом. В среднем это 2160 квартир. Допустим, примерно 20% таких квартир есть домашние животные, то есть ваш потенциальный трафик составляет 432 потенциальных покупателя, так как кроме жителей этого спального района, о вас никто не знает. Что же вам позволяет сделать интернет, а именно сайт? Представьте, что у вас есть тот же самый магазин, но только теперь каким-то магическим образом ваш потенциальный трафик насчитывает не 2160 квартир, а примерно 10 миллионов человек. Допустим, что примерно у 10% есть домашние животные. Таким образом, ваш потенциальный трафик составляет не 432 потенциальные продажи, а примерно 1 миллион. Чувствуете разницу? То есть сайт позволяет решать задачу расширения границ влияния и всей деятельности в целом, тем самым увеличивая ваши продажи. Тут, конечно, есть такие подводные камни, как правильное создание сайта, самому или обращение к специалисту, стоимость создания этого сайта. Но одним из главных таких подводных течений является, как достучаться до этой многочисленной миллионной аудитории, то есть как продвигать свой сайт в сети. Об этом будет отдельное видео. Но вкратце скажу, вам нужно либо продвигать свой сайт в поисковую выдачу на таких ресурсах, как Яндекс или Гугл, то есть заниматься его SEO-продвижением. Этот процесс не быстрый и займет у вас примерно 6 месяцев до достижения результата. Если вам нужно получать клиентов прямо сейчас, то стоит задуматься над использованием контекстной рекламы в Яндексе или Гугле, либо вообще подключить видеорекламу перед видеороликами на сервисе YouTube. Если эта тема правильного продвижения вам интересна, то я сделаю для вас отдельный цикл видеоматериалов по этой тематике. Пишите об этом в комментариях. Итак, мы определились с вами, что сайт в первую очередь должен увеличивать трафик в ваш бизнес, тем самым увеличивая продажи и неважно, какой вид сайта вы используете. Для интернет-магазина или лендинга увеличиваются продажи товара. Кстати, тут тоже есть такая интересная тема, как увеличение среднего чека для своих клиентов. Если интересно, то пишите в комментариях. Если у вас, например, корпоративный сайт, то основная цель работы сайта – это развитие бренда и создание информационного шума вокруг вашей компании и тем самым увеличивая продажи вашей компании. Как вы видите, все задачи, которые преследует сайт, очень тесно переплетаются друг с другом. Но о них мы поговорим в следующих сериях. Сейчас вы должны понять главное. Основной задачей работы сайта является увеличение вашей прибыли через повышение объемов продаж. Продолжение следует... Продолжение следует...